Праздник Вознесения Господня От земли на небо уходит с точки зрения светской от людей навсегда, а они радуются. Реакция апостолов какова была? Они пришли, вернулись с горы Елеон с радостью великую. Почему? А потому что Господь вознесся человеческой природой, то есть тело человеческое, природу. Он вознес туда, в райские обители, тем самым показав путь. Путь не только для апостолов, для каждого из нас, а точнее Он вознес мою природу, как пишут отцы. Меня Он вознес на такую высоту, очистив перед этим, конечно же, от грехов. И вновь человечество стало иметь действительно обители рая. А вернулись они еще радостью, потому что Господь своим божеством никогда уже не отлучался от апостолов, от их последователей. Он с нами во все дни до скончания века. То есть вот это праздник, праздник открытия, открытия райских обителей для людей, живущих на земле. Праведников Господь уже возвел в эти обители из ада, из ада, когда спустился туда, А для нас, людей, живущих на земле, вот Он открывает, открывает эти обители своим вознесением, показывая путь. И у каждого из нас теперь вот задача попасть в эти обители. И вопрос, что нам нужно делать? Нужно стараться жить по этому закону, который Бог принес на землю. Постепенно стараться отрываться от земли, отцы пишут. Под землей разумевают страсти, грехи. Как бы увязнув одной ногой, мы же не стоим в болоте. Мы вытаскиваем ногу, вторая начинает увязать, мы снова вытаскиваем. И бывает так, человек даже если стоит на одном месте, он натаптывает место, и он уже тогда не увязает. Я желаю каждому из нас, как можно чаще своим сердцем, возноситься от греха, от вот этого мира страстей, и мысленно просить Господа. Господи, не лиши меня небесного Твое Царствие. Аминь. С праздником. Субтитры создавал DimaTorzok